здорово народ сегодня наконец-то мне дошли руки поснимать взор про мою машину патриот 12 года 7 лет 100 тысяч километров пробега в основном люди почему-то концентрируются на пробегах малых где-то 10 тысяч километров 30 тысяч километров но сами понимаете это наверное не такой большой срок для того чтобы сделать какие-то достоверные выводы надежности автомобиля стоит ли его покупать а вот длительные эксплуатации большой пробег это наверное будет интересно ну что давайте приступим начнем наверное с кузова внешний осмотр многие знают что у патриотов были проблемы с коррозией эта машина антикоррозийной обработки не подвергалась предыдущий владелец антикора никакого не делал во всяком случае я следов его на машине нашел я тоже ничего не делал ну давайте посмотрим сколы на капоте присутствуют сколы пошли рыжиками когда я покупал они были подкрашены вот таким вот образом кое-где кстати вот эти подкрашенные сколы еще не цветут а это вот уже новые сколы которые появились они благополучно зацвели краска начинает пузыриться принципе ничего страшного я думаю там можно зашкурить шкурочкой точно так же обработать цинкарем да подкрасить на накладках под фарами такая же точно коррозия присутствует подарками хотите верьте хотите нет ржавчины нету я проверял смотрел ржавчина там есть только местах крепления значит самих расширителей да вот видно винта ржавый и под ними точечно где они входят крыло коррозия есть только там значит здесь вот мы видим а элементы подвески рама коррозия присутствуют на раме в принципе не страшно ничего криминального нет хотя могло бы быть и поменьше но даже иномарки семилетние которые я смотрел pajero sport там тоже вопросы по раме есть панки кору она выглядит примерно так же по подвеске я менял ее полностью на пробеге в 70000 потому что просили задние рессоры пружины можно было не трогать но превентивно их поменял на пружины от mercedes это пружины killen обваривался передний кронштейн амортизатора это болезнь не трескаются обратите внимание на этот узел если вы с ним ничего не делали по периметру обварен прутком подвеску поставлен полиуретан больше здесь ничего не делал установил я демпфер рулевого управления риф вещь очень хорошая удары в руль практически прекратились от колес рулевые наконечники я не трогал шкварня я не менял машина не рыскает практически немножко есть но в пределах разумного так скажем то есть через полторы полосы они перестраиваются как многие говорят у меня с этим все более-менее нормально хотя у меня есть комплект в аксой ласки шкварней и шопков с кастером плюс 8 но пока менять их не пришлось идем дальше по кузову слабое место патриота пороге мой патриот не исключение коррозия есть начале порога проступила изнутри коррозия проступила изнутри и здесь здесь кстати она уже сквозная а пока еще не протыкается пальцы вот под этой накладкой тоже коррозия присутствует и не снимал но это видно по болтам сейчас они снегом запорошены но давайте наверное почищу немножко ну вот скоррогировавший винт пластинка которая крепит вот эти две резинки выпало потому что крепление там сгнили присутствуют маленькие рыжики по двери маленькие рыжики вот здесь как вы видите на машине следы от веток потому что я использую по назначению езжу в лес но в этих местах все нормально царапины не сквозные краска достаточно проще посмотрим двери тут в принципе все хорошо маленький рыжик но не страшно петли я смазываю с ними тоже все хорошо самая главная засада это внутри дверей объясняю почему снял обшивку двери вот здесь карту закрывает такая пленочка я даже не знаю ничего не нужно внутри прекрасная картина родная изоль шумоизоляция отвалившиеся вот и она приклеена была на голый металл а потом покрашена и вот в том месте где она отклеилась теперь все ржавое этим надо тоже заниматься если у вас машина этих годов выпуска это тоже надо смотреть такая штука во всех дверях шумоизоляция кстати сказать когда отклеивается она начинает вот так брякать в двери слышите это там вот этот кусок рубероида внизу валяется значит дверной проем нормальный абсолютно проблемное место значит вот эти сварочные швы на крыше здесь тоже принципе более-менее коррозия есть но она не распространяется это вот как было с покупки так и осталось под окнами под уплотнительными резинками немножко проступает значит горловины бензобаков обработаны заводским антикором это заводской герметик тут принципе все неплохо назад я поставил рессоры bars амортизатор у меня по кругу с 20 шоссе хорошие достаточно жесткие машина с ними никуда не скачет ведет себя довольно плотно собрана задняя часть на подрядах есть одна проблема запасным колесом штате она крепится на двери и от веса запасного колеса дверь гуляет в проеме и и разбивает кто-то говорит что не разбивает на всю брехня у меня вот например вот здесь пошла трещина видите вот и вот две трещины в этом месте как раз именно из-за того что что предыдущий хозяин катался запаски на пятой двери а вот она стояла здесь через такая штука с завода запасное колесо нижней частью трет по двери когда тот предыдущий хозяин это заметил он подложил шайбы снизу три шайбочки было на кронштейне и просто подкрасил какой-то заборной эмалью не парился я же поставил калитку риф калитка риф крепится на раму через штатный бампер в штатном бампере необходимо вырезать вот такие вот два отверстия для крепления кронштейнов кронштейны эти достаточно массивные все на болтах ставится штатные отверстия на раме там ничего сверлить не нужно обработал их антикуром антикор кстати справляется со своей задачей коррозии там по краю никакого никакой нет очень хорошо особенность калитки она видимо изначально рассчитана под колеса не штатная большую диаметра и поэтому вот видите у меня но стоит максимальном положении но при этом снизу колесо не касается кронштейна и немножко играет вот так вот если колесо перевернуть другой стороной тогда его необходимо кронштейн отодвигать максимальное положение назад но таким образом увеличивается рычаг и вся эта конструкция играет еще сильнее вот так вот вроде бы видно но я же особенность тоже патриота в дождь у вас при открытии двери вся вода стекает вот сюда и все у вас тут в воде оказывается вот такая вентиляция и слабенький плафончик освещения он может включаться принудительно значит он не хочет этого делать можно не будем трогать боковые карманы которые оставил отдельно карманы эти по качеству полный я даже цензурное слово не могу сказать никакое подобрать потому что на одной кочке все это скакнуло и тут вот обраговать это вот отверстие незапланированное можно пластик как для горшочка для рассада примерно такой же вот шторка шторка имеет потрясающую конструкцию и механизм сматывания держится на двух пластиковых шпунтиках и в один момент когда я шторку эту тянул на себя шпунтик один сломался теперь шторка не работает их можно поменять местами есть инструкция в интернете но для этого для того чтобы зарядить назад эту шторку закрутить необходимо куда не человеческую ловкость иметь у меня это не получилось сделать поэтому езжу так идем дальше бампер крепится на раму это конечно плюс этих бамперов потому что на новых патриотах и не крепится на кузов эти бампера прочнее под ними усилитель из трубы идет и вот эти части металлические это вот металл поэтому здесь тоже из рыжики так теперь правая сторона порог прогнил насквозь сквозная коррозия единственная по кузову здесь точно также намечается отверстие или наверно это дырка отверстие тут тоже самое все нормально ручки герметик небольшая вот есть коррозия где тут было каким чем-то ободранное не знаю как это так получилось морсик выпал замерзший кристаллизованный морс значит тут по проему начинается ржавка вот тут она тоже пошла эта сторона как-то более грустно в этом плане выглядит но в принципе ничего криминального покрышек там сейчас нет но поэтому поверьте на слово что она выглядит точно так же вот послушайте как играют шумоизоляции по петлям все хорошо петли не крутились не снимались ни разу ничего не регулировалась кстати фишка тоже патриотов под петлями голый металл под вот этими так что имейте это ввиду повторители указатели поворота от восьмерки качество пластика отвратительно со временем просто выскакивают и скрепление там до таки штыка приклеил на скотч 3 на двусторонний все отлично держится откроем капот теперь мы переходим плане как неисправностям значит машину я брал с пробегом 64 тысячи километров таким образом сейчас пробег 100 я проехал 36 тысяч за три года что я делал по двигателю на 70 тысячах у меня оборвала цепь грм на дороге менял я цепь менял я гидрокомпенсаторы ну естественно гидронатяжитель лениновский поставил цель двухрядная прогрессовская звезды разрезные поменял всю систему охлаждения с покупки тек радиатор лузар сейчас алюминиевый стоит силиконовые патрубки поставил термостат на 84 градуса правомский поставил потом потекла помпа вот там она находится поставил кена потому что баутлера не было ну естественно бачок от патриота нового образца большая проблема на них с крышками ни одна крышка давление не скидывает как должна поэтому я просто езжу с приоткрытой не лузаровский не восьмерочные крышки нет нового патриота крышки не ваговские крышки давление не скидывает я не знаю чем проблема сделать блин это долбанный клапан но его сделать не могут но свечи это расходник менялась на то катушки родные единственное купил я к ним наконечники за mz потому что старые рассохлись остались на свечах в один прекрасный момент бачок омывайки восьмерочный на вот таком хлипком кронштейне крепится просто на него сверху надевается все это болтается трескается и соответственно где-то в середине там протерся если выше половины на листья жидко все утекает по системе охлаждения потек дополнительные насос печки вот он стоит поменял я его на бошевский конструкция здесь прекрасная значит вот эти жгуты проводки изначально идут под насосом если течет насос все капает на провода это курсы сыбы у идут то есть если у вас и заливает это все дело может сгореть лучше сразу вот так вот перестать сегодня тут решил поменять радиатор печки но радиатор печки и не поменял потому что тут долго снимать панели прочее прочее на ульяновский автозавод ну вот слушайте вот то как вы делаете машины так ну уже наверно стыдно делать вот эта машина 2012 года выпуска и тут проводка просто кинта вот под панелью вот такая вот вот это знаете что это не среди не строительного магазина саморез это саморез который стоит вот здесь он крепит кожух рулевой колонки это чё за мебельный крепеж это полный полнейший а уж я молчу про то как то шланги и все эти прокинуты на печку все остальное как-то все скомпонована как-то закреплено вот например вот это вот это пластмасса и она крепит бардачок она уставится сюда в ранку вот эта пластиковая заглушка и на ней вращается дверь бардачка то есть если что-то тяжелое туда положить я не знаю вот это пластмассово на вообще-то выдержу то есть как это можно было придумать кошмар какой-то я уж молчу кстати про то что для того чтобы поменять радиатор печки надо всю эту панель снимать чё мешало вот здесь сделать окошко съемную вот одну часть на четырех пистон чика вытащил ее вынул радиатор поставил новый закрепил нет здесь не так так вот посмотрите как здесь прокинуты шланги вот они уходят в моторный щит туда на печку шланг который стоит справа идет к насосу это выход от насоса вот он шланг вот этот он идет от блока от двигателя он подходит а вот этот шланг первый он идет назад в блок так у меня вопрос вы какого их поставили вот именно так почему нельзя было вот этот шланг поставить слева а вот этот шланг справа в результате они перекрещиваются там это все трет благополучно это все трет об трубке кондиционера и самое прикольное вот этот шланг левый вот этот он трет коллектор впускной вот об такую фигню которая стоит вот там у четвертого цилиндра и он ее протирает вот старый шланг вы посмотрите как его съела его на наполовину выгрызла вот например вот этот вот провод об коллектор трет вот след ну ладно сейчас кстати хорошо что мы его нашли переложим как-то так вот расходник регуляторы напряжения в генераторе которые стоят поменял их целых три пока не поставил карга родной оригинал полный отстой энергомашеской позиционный тоже отстой карга пока работает нормально ну понятно меняла ремень навесных агрегатов это расходник не читаем значит заменил рулевой вал он стучит родной я поставил в аксуиловский типа тихая рулевое то есть и больше 5 10 точно также стучит пойду не тратим деньги с этим стуком можно примириться и на ни на что не влияет значит дальше менял я вот этот клапан вакуумного усилителя тормозов у него есть такая неприятная особенность у родного он заклинивает и у вас педаль тормоза встает колом и машина не тормозит вот если такая фигня случается где-то на парковке но это пол беда если где-то на трассе это очень херово поэтому я поставил от mitsubishi запись у меня на драйве есть эти ссылки сделаю под видео там в описании размещу почитайте если интересно будет система выпуска значит удален катализатор варен пламегаситель прошивка прошита от паулюса в машину значит поменяла сцепление потому что засвистел выжимной но она в принципе еще бы походила это так больше для спокойствия я поставил комплект днз turbo она нормальная вот по трансмиссии я не делал ничего больше коробку не лазил в раздатку не лазил только масло меня по салону и свинга вот поставил магнитолу от нового патриота как бы мультимедиа сейчас покажу как это работает то есть вот это ее стартовое меню можем подключить к телефону значит он коннектится через bluetooth появляется записная книжка история звонков и прочее прочее на час эти ссылки не активно пош телефон не подключен дальше идет радио фмм диапазоны дальше идет навигация кстати солнце вот сейчас яркая но как вы видите все читается очень хорошо дисплей хороший все работает нормально так ну вот он собственно определяет что мы микрорайоне солнечно собственно так она есть все работает корректно навигация по умолчанию стоит navitel есть ход aux есть вход для карты памяти и там в бардачке значит еще юсб вход то единственная штука необходимо это магнитолу правильно подключить потому что штатная проводка автомобильная сделано таким образом что плюс питание и плюс который идет на память магнитолы они соединены между собой и в результате это магнитола не выключается то есть я вот ее нажал и она просто перешла спящий режим для того чтобы ее выключить надо по идее это делать от за провод через замок зажигания но этим я заморочить попозже сейчас я просто клемму скидываю на время стоянки чтобы ничего там не сажала значит машина у меня с ручной раздаткой но с рестайлинговой панелью то есть в тринадцатом году был рестайлинг появилась шайба появилась новая панель и появился новый салон у меня к счастью салон еще рекстоновский очень хороший очень удобный мне нравится значит раздатка ручная что тоже хорошо она не включается самопроизвольно на трассе этим решил электронная эта шайба дурацкая вот и удобные сиденья то есть тут вот есть регулировка этой части подушки передней части подушки и что самое удобное очень быстро складывается сиденье вот дернул рычажок и наклонил спинку но она крутить барашка это неудобно но здесь собственно я думаю все знают как работает механизм складывания если нет то я покажу то есть таким же точным образом бац ложили бац сиденье подняли под ним органайзер со всякой тут ерундистикой из мелких неполадок значит но пару сальников я поменял я думаю это можно не считать в один прекрасный момент у меня звучит центральный замок не знаю чем связано то есть машина с ключа самобилайзера не открывается не закрывается сигнализации точно тоже не открывается не закрывается просто стоит и орет сигнал к маня я думаю там дела в замке водительской двери он подклинил а я пока новый не купил что-то в магазинах его нету наличия по резине у меня два комплекта один грязевой один зимний грязевой федерал кураги а это гудир ультра грипп а из арктик сюф резина очень хорошая единственная была побольше немножко брать размером да еще и менял диски передние тормозные с колодками пытался ставить хабы хабы не прижились полная дрей пропускают воду ржавеют их короче убрал что с ними что без них экономии по топливу никакой практически не одно и то же все тогда мои господа позвольте представить вам небольшой расчет стоимости владения автомобилем у вас патриот 2012 года три года что я им владел я скрупулезно записывал каждый чек но в такую вот табличку расходы у меня структурированы по следующим тегом топлива газ бензин гаечесмазочные материалы это масло имеется ввиду запасные части инструмент значит обязательные платежи налоги штрафы затраты на сервис затраты на тюнинг затраты на шины и диски вот получается с момента покупки 19 февраля и по сегодняшнее число здесь перечислены все но и практически все затраты на автомобиль вот 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 они идут это там промежуточный расчет у меня был за первый год владения но давайте перейдем к результатам что я думаю будет всем интересно и так расчет за три года владения на дату составления пробег состоял сто две тысячи километров то есть я на этой машине проехал 37000 с момента покупки на момент составления этого отчета значит топлива я потратил газа и бензина 5344 литра с половиной топлива я потратил сто девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля средний расход топлива который был получен путем деления объема топлива на пробег составил 14 целых четыре десятых литра на 100 километров это смешанный естественно цикл то есть город трасса затраты на запчасти и горючие смазочные материалы 118 тысяч рублей на сервисе брать потратил 42 тысячи рублей за три года на шины и диски я потратил 74 тысячи рублей ты чего у меня получается два комплекта шин один комплект дисков потратил 26 тысяч на всякие страховки штрафы налоги на тюнинг 75 тысяч рублей из которых 39 тысяч это гбл то есть но тюнинг даже удивительно малая статья расходов так скажем обязательные расходы значит суммарно составили 534 тысячи девятьсот двадцать пять рублей и того стоимость километра пробега фактическая у меня получилось 14 с половиной рубля на один километр пробега обязательные расходы составили 342 тысячи это за вычет там тюнинга то есть без учета затрат на тюнинг на шины и диски на сервис то есть если бы я делал все сам ездил на тех колесах которые стояли на машине значит зимой и летом то получилось бы 9 рублей 30 копеек примерно если округлить если посчитать по топливу затраты то есть затраты на топливо разделить на пробег получается где-то 5 рублей 5 рублей 35 копеек многое это или мало но для меня нормально в принципе кто-то пишет 17 рублей один товарищ там написал шесть с половиной рублей получилось километр стоит я не знаю как это он посчитал то есть вот у меня вот 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 сумма включены все эти расходы которые здесь указаны то есть топливо запчасти все решены диски обязательные платежи сюда я не учитывал инструмент потому что для уазика специального инструмента нужно мало разве что транспортир фас грн стоит там 800 рублей уж не стал описать вот и того структуре расходов мы видим что 34 процента вот это синий сектор это затраты на топливо значит 22 процента красный сегмент это затраты на запасные части гсм затраты на сервис удивительно небольшие особенно если вспомнить всю эту истерию на тему того что уазик ломается из сервисов не вылезает и прочее прочее дальше шины диски 74 тысячи 14 процентов от общего объема затрат ну и обязательные платежи 26 тысяч это 5 процентов от общего почему такая высокая доля запасных частей такие маленькие затраты на сервис то есть это странно тратить деньги на запчасти на не тратить деньги их на установку да какие-то вещи я делал сам секрет здесь скроется в чем я просто стараюсь не экономить на запасных частях и беру либо импортные аналоги но либо проверенные отечественно не естественно дороже чем то что вы можете поставить себе если у вас есть желание сэкономить день так вот скажем давайте рассмотрим те запчасти которые я покупал здесь в принципе полный перечень шайбы свечи сальники фильтры цилиндр тормозной так и не установил в запасе лежит чё дальше лампы бачок вот эта полезная штука патрубки силикона вот 5000 стоит радиатор тёк но это при покупке было то есть на него скидку сделали от цены машины дальше 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 какие еще у нас тут сети расходов комплект грм посмотрите сколько на иномарку комплект грм стоит неприятно удивитесь четыре с половиной тысячи всего ремень блин стоит как четверть этого комплекта обалдеть так вот значит генера натяжители нож не стал на них экономить сцепление поставил довольно дорогой можно дешевле комплект купить так-так-так сальники импортные вот подвеску я менял тоже в принципе затраты не обязательно там где-то 25 28 тысяч получилось по запчастям можно было просто добавить один лист поехать на какую-нибудь разборку вытащить там попросить по листику взять из какой-нибудь ресурсы и поставить вот бюджетный вариант ноги так и делаю ну я уж поменял всю подвеску не жалею получилось хорошо но аккумулятор можно подешевле взять 93 тысячи рублей это запчасти то есть 20000 рублей даже 25 это гсм масло и прочее прочее но масло тоже на нем можно сэкономить его меняю довольно часто также как и фильтры ну вот поэтому получается в принципе теоретически можно где-то рубля наверно 10 к 11 стоимость километра спустить вот много это или мало подведем небольшой итог самое интересное эту машину я купил за 440 тысяч рублей за три года я потратил на нее пятьсот тридцать тысяч рублей и того если бы я не покупал эту машину а деньги откладывал то в сумме сейчас у меня было бы 970 тысяч рублей чтобы я мог купить на эти деньги ничего ну если мы говорим о живых машинах возможно теоретически я бы нашел какой-нибудь pajero спорт другой вопрос три года у меня прошли бы зря я сидел бы дома а так за 440 рублей я получил вполне пригодную для путешествий машину в которой уже сделаны определенные вещи ну под меня так сказать и с большим потенциалом для доработок да он кондовый да он дубовый да он шумный да он там делает мозги по мелочам но в принципе как мы видим этот автомобиль достаточно надежен для того чтобы на нем можно было куда-то ездить я был на нем смоленске в москве в казани в нижнем новгороде ездил в оренбург солилецк в тобольск в тюмень в челябинск где я только не был на нем это всюду я приезжал фу-фу-фу конечно на любой машине можно где-нибудь встать по причине поломки но если вы за автомобилем следите то он отвечает вам взаимностью как вы видите но это вполне посильно держать такую тачку мне вот на самом деле очень интересно если есть владельцы иномары которые считали свои затраты на эксплуатацию поделитесь сколько у вас получается сколько вы тратите на машину в год и какой пробег и сколько вас стоит километр это было бы очень интересно возможно вещи были бы сравнимыми эти цифры были бы сравнимые может быть это были бы те же самые там 15 16 рублей но тут необходимо иметь в виду изначально большую стоимость машины поэтому мазик это вполне неплохой вариант для тех кому нужно путешествовать здесь сейчас а денег особо нет кстати сказать все мои рассуждения не относятся к новому патриоту потому что он стоит миллион 200 можно взять пятилетним тачку и она будет нормально ездить даже несмотря на то что это у вас и даже несмотря на то что он гниет но тем не менее это все жизнеспособно и это все нормально ездить конечно нужно всегда стремиться к лучшему копить на иномарку условно говоря или ждать что у вас сделает нам русский правда еще один важный момент примерно 90 процентов людей которые поливают уазик различными субстанциями которые не в голове плещутся на своих офигительных и надежных иномарках даже не снижают с асфальта потому что их машины дорогие они стоят как квартиры и они боятся даже поцарапать их обветки то есть моральная проходимость у этих машин вообще никакая но на самом деле уазик вам не жалко кузовня на него дешевая да он где-то гниет да его можно поцарапать но это такая вся фигня ну сгнили пороги но все равно я хотел ставить силовые я переварюю за 25 рублей будет у меня швиллер за который я смогу поднимать машину хайджеком ну скол да пофиг но чё-то там где-то скрипит ну и чё пусть скрипит да шумно ну хорошо проклею шумку тут в принципе вот все вот эти доработки доделки даже с учетом их цены все равно они не сравнимы с теми затратами которые вынесет не на иномарку на форумах вы можете там начитаться вот это гусиное пение что я свою машину ничего не вкладываю только масло лью владеть автомобилем и ничего с ними делать в принципе невозможно у вас всегда есть регламентные работы которые надо выполнять всегда есть поломки всегда есть износ определенных узлов и механизмов от времени от пробега так вот стоимость запчастей она различается не на порядке конечно но в два в полтора в три раза вот примерно так смотря чем сравнивать ближайший конкурент у вас это toyota fortuner грм на нее ремень стоит где-то тысяч семь а у меня весь комплект четыре с половиной стоил вместе со всеми шестернями с цепью с башмаками ну вот и сравнивайте я не знаю фортунир по моему по экономичности примерно такой же и машина вообще в принципе такая же но стоимость обслуживания этого агрегата отличается практически в два раза ну вот сами считайте может быть я кому-то помог с выбором особенно тем кто сомневается боится брать эту машину что вот она ломается там и прочее 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 но здесь я могу только посоветовать держать глаза открытыми момент покупки машины или взять с собой человек который в этом понимает и вазе как в частности потому что много проблем можно избежать взяв бушную машину где там хозяин уже чудо чинил что-то делал половину косяков устранил это даже может быть чем-то будет предпочтительнее чем брать эту машину новую салона и последовательно переделать все те же самые косяки недоработки завода как все ремонты и все доработки по этой машине я подробно описывал в блоге на драйве ссылку я оставлю под видео в описании возможно вам это поможет и принять решение нужно ли эта машина вам или нет как говорится у вас это дух свободы и приключений так ведь ладно на сегодня все подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео проверяйте мой инстаграм до новых встреч спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!